Почти 3,5 тысячи человек в Самарской области этой весной будут призваны на службу в армию. Об этом стало известно на брифинге военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина. 25 человек будут представлять честь региона в президентском полку. Также лучших призывников примут в пограничные войска для службы на восточных границах. Ученики ДСААФ поступят на службу как водители. Остальные будут распределены по частям по мере востребованности. При этом все ребята будут проходить службу исключительно на территории России и не будут отправляться в зону СВО или в новые регионы страны. Более, наверное, 30% граждан у нас будут направлены для прохождения военной службы сначала в учебные соединения воинские части, где получатся военные специальности, потом будут направлены для прохождения службы уже в строевые воинские части, на те должности, по которым они пройдут военную подготовку. Военный комиссар напомнил о том, что изменения в законодательстве, касающиеся призыва, в этом году минимальные. Основные законы действуют еще с прошлого года. Это касается как штрафов за неявку по повестке и уклонения, так и призывного возраста, который сейчас в границах от 18 до 30 лет. Все, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, они зачислены в запас, кому 27 лет исполняется в этом году, они уже будут подлежать призыву на военную службу. Ну и так до 30 лет в соответствии с изменениями, которые были внесены в прошлом году. Также военный комиссар региона отметил, что Самарская область не попала в число пилотных, где повестки будут вручать электронно. Поэтому в этот призыв их будут вручать традиционными способами – через работодателя или лично от представителя военкомата. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.